Всем привет дорогие друзья, с вами Феосово, на сегодня мы бросим первый взгляд на игру под названием Zero City, игра для мобильных устройств, и я так понимаю, судя по скриншотам и по тем многочисленным рекламам, которые я видел, это игра в духе Fallout Shelter, ну в общем какой-то очередной Shelter, но он сейчас прямо, его так жестко рекламируют, я какое видео на ютюбе не смотрю, мне постоянно рекламу этого приложения выкладывают. Я играю в другие игры на телефоне, мне постоянно рекламируют эту игру, и поэтому, ну я решил, раз игра так сейчас хайпится, так много бабок вкладывают в рекламу, люди наверное качают, смотрят, в целом вроде неплохо отзываются, оценка у него 4.4, но я здесь так пробежался, комментарии посмотрел, в основном люди говорят, что много доната, донат, вот как донат, донат, и наверное где-нибудь здесь еще раз будет донат, ну в общем, но в целом как бы людям игра нравится, просто игра как бы, ну понятно, они много денег тратят на рекламу и хотят заработать тоже не... Итак, ребятки, ладно, я игру уже скачал, сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Созданный военными проект превратил почти всех людей в зомби, его воздействие породило не только живых мертвецов, но и особенно сильных и умных зомби-мутантов. Один из мутантов, известный как старший, возглавил армию зомби и прямо сейчас штурмует убежище выживших людей. В битве погиб командир убежища. Жители в ужасе и просят вас возглавить оборону, пока еще не все потеряно. Принимайте командование, бойцы готовы к решающему сражению. Итак, ребятки, что, давай сразу, бой, гранаты, аптечки. Да я просто так чисто по фану. Потому что, ну это же как бы самое начало там, знаете, самое начало, мне кажется, в большинстве игр делается для детей, чтобы они типа нажали на пару кнопок, типа, о, как круто у нас все получается. Типа такая, знаете, момент заманухи, с которым справится каждый. Итак, я содру вас в порошок. Примитивные создания. Артиллерия. Огонь. У этих зомби еще и артиллерия есть. По-моему, они сами себя разбомбили. Прекратить огонь. Отмена цели. Отправляю координаты новой цели. Они почти уничтожили нас, но внезапно отступили. Не понимаю. Прямо сейчас нам поступает радиопередача из военной лаборатории. Настройте приемник. Сэр, думаю это важно. А может это, может это кто-то из наших союзников их бомбанул? Прием, вы слышите меня? Это Элис Вонг, микробиолог из секретной лаборатории. Мы в шаге от победы. Но зомби как-то узнали о нашей работе и бросились искать нас. Так вот, почему они перестали осаждать наше убежище. Появилась цель поважнее. Если вакцина будет создана, господству зомби на планете придет конец. Командир, отвлекитесь на минутку. На земные дела. Наше убежище сильно пострадало. Разрешите начать восстановление с казарм. Думаю, главная сейчас наша боеспособность. Если мы пообещаем рабочим премии, все будет сделано моментально. Понятно. Ну типа премия как за валюту, наверное, там делается. Но, наверное, в самом начале это бесплатно, скорее всего. Итак, первое улучшение. 5 минут. Да. Ускорение начальное бесплатно. Сэр, казарма готова. Мы можем обучить первых бойцов. Тепните. Ну, короче, перенести, да? Или просто нажать. Тепните. Удерживайте. Погнали. Боец без оружия ничего не стоит. Давайте подберем ему что-нибудь из наших запасов. Так, что? Броня? Бронюшка? Автомат. Давайте сразу так. Требование. Нужна хотя бы единичка силы, чтобы взять в руки автомат ворон. Он наносит 114 урона в секунду. При атаке есть шанс 9% нанести 45% урона от оружия по группе врагов. То есть иногда он пыдыш и сразу по всем. Ну ладно, наверное, оружие так себе фуфло, но лучше, чем ничего. Боец без оружия ничего не стоит. Давайте под... И что, второму, да, еще надо одеть? Давай. Триста шестьдесят шесть защиты и мачете. Десять процентов шанс восстановить себе четыре процента здоровья. Каждым десятом ударом. Ну, образно, да? Ну, как бы так. Незначительно, но все равно приятно. Итак, пора разведать окрестности. Армия зомби, осаждавшая нас, отступила. Но немало ходячих осталось поблизости. Пока мы их не ликвидируем, они будут представлять опасность для убежища. Ну, погнали. Пока что, ребят, нас ведут по миссиям. То есть мы видим, что у нас есть убежище. У нас есть, помимо этого, какая-то общая карта, да, где мы сможем всякие вылазки делать, наверное, что-то для убежища добывать. Кафе Весельчак, ребятки. Бой нам будет стоить пятьдесят бургеров. Ничего страшного, у нас есть тысяча бургеров, ребята. Отряд врага, собака и зевака. Назовем его так. Собака и, короче, и мужик с бородой. Зомби-бородач. Что, я вообще ничего не делаю, да? Даже никакой кнопочки не жму. Только смотрю и наслаждаюсь зрелищем. Наш парень, по-моему, я вот все пытался увидеть, как у него ХП восстанавливается. Что-то не заметил. По-моему, ни разу ему не повезло отхидиться. Так, ну ладно, возвращаемся домой. У меня один вопрос. У них ХП сейчас потраченное будет или сразу после миссии они, типа, бахом, моментально восстановились? Итак, у нас новые жители. Эти люди чудом выжили, добираясь в наше убежище. Добро пожаловать в семью, друзья. Теперь, когда нас стало больше, нам потребуется просторное столовое. Ну, я думаю, тут когда... Ладно, я не могу посмотреть новых жителей. Но я хотел глянуть, что вообще из себя представляют местные люди. Ну, наверное, как в шелтере, да? То есть, один лучше подходит для того же самого поварского дела, чтобы назначить его в столовую. Другой лучше подходит для каких-нибудь исследований и так далее. Предлагаю ускорить строительство. Ну, не откажусь. Сэр, я изучил профессиональные склонности наших жителей и выяснил, кто и как может помочь общему делу. Есть желающий поработать в столовой поваром. Так, ты, да? Иди. Говорят, из тебя повар что надо. Еще один человек вызвался работать в типографии. Я проверил его на благонадежность. Все в порядке. Если мы хотим развивать наше убежище, нам потребуется... Как ты его, блин, проверил? Это какой-то чувак с улицы, знаете. Вы что там? У нас еще есть база данных, и мы узнали, что у него нет задолженности по кредитам. Ну, по крайней мере, не было их до того, как пришел зомби-апокалипсис. Так что парень нормальный, может работать в нашей типографии. Итак, командир, срочно требуется ваше внимание. Ну что ж, давайте проявим минуточку маленечко внимания. Впереди еще одно скопление ходячих. Разрешите вступить в бой? Ну что, разрешаю. У нас тут... Это только первое, да? Набор миссий. Их здесь 14. Я думаю, они все будут несложными. В награду можно получить сундук, в котором фиг знает что. Смотри, этот парень держит руку в руке. Кажется, наша девчонка с автоматом только что выдала вот этот урон по толпе. Что в сундуке? Патроны? А что вот это такое? Это статистика. Смотрите, кто больше урона нанес? Наш парень явно нанес меньше урона, но он у нас в роли танка, да? То есть он как бы... Он принимает урон на себя. И у нас есть сундук. Мы нашли ценности, принадлежащие кому-то, кто был менее удачлив в боях, чем мы. Ящик уже в убежище, на складе. Давайте посмотрим, что в нем. Содержит обычный предмет. Немного бургеров, немного бабла. Ага, еще один мачете. Так, а мне тогда интересно, наш старый мачете, он портится или нет? Командный центр, сердце убежище. Я советую вам начать его модернизацию как можно скорее. Это откроет путь к улучшению других помещений. Так, ну если вы настаиваете, 5 секунд, ничего страшного, мы подождем. Помните, старания всегда будут вознаграждаться по заслугам. И здесь у нас награда 200 баксов. Спасибо, спасибо, друзья. Вы молод... Молод... Я думал, вы молодцы. Вы молоды. Но... Так. На отлично справляетесь с управлением убежищем. Здесь, наверное, должно было быть но, а не на. Я даже начал чувствовать себя ненужным. Впрочем, если все же потребуется помощь, я и рядом. Можете обращаться и к этой девчонке, Джинне. Но не советую. Ума у нее мало. А дури хоть отбавляй. Шучу, шучу. Просто много дури. Ха-ха-ха. Очень смешно. Что такое? У меня все в порядке с интернетом. У меня не может быть проблем с интернетом. Не надо меня обманывать. Так, нам надо ввести наше имя. Как думаете, мой никнейм уже занят или нет? Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Подписчики часто занимают мое имя. Но вроде все в порядке. Но вот соединение он мне до сих пор показывает плохое. Так, ну вот. Я перезагрузил. Вроде проблем с интернетом больше нет. Есть, правда, какие-то другие проблемы. Смотрите, у них тут что-то недовольные рожи. Какие-то сонные рожи. Так, тут бургеры можно собрать. Тут еще всякое можно собрать. А какое вообще задание было? У нас, я смотрю, что-то в магазине мигает. Мы можем здесь прикупить и тренировочный зал, и хранилище для еды. И можем открыть бесплатное сокровище. Редкий предмет, если повезет. Да, можно найти. Ну-ка давай. Открывай. Так, у нас бронюшка, ребята. Обычная броня. Но мы сейчас еще это. Мы сейчас еще сравним, насколько она обычная. И у нас есть похожий ящик, который можно за 50 монет купить. Но я пока не уверен, куда стоит тратить деньги и куда нет. Поэтому пока что не будем тратиться. Зомби-помощник и охранный питбуль. Так, ладно. С магазином мы давайте разберемся чуть позже. Давайте пока что это. По нашим квестам пойдем. Вообще, что у нас сейчас по заданиям? У нас задание построить холодильник, улучшить типографию. И они хотят, чтобы мы одержали победу на лесной опушке. Так, ну ладно. Построить холодильник. Это, я думаю, мы запросто сделаем. Так, это у нас в добыче. Холодильник. Я даже не знаю, куда его поставить. То есть, ну по идее, там все здания можно будет легко передвигать, да. Столу мы, скорее всего, потом будем рядом строить, чтобы расширять. Поэтому холодильник пока построю на каком-нибудь отдельном этаже. По крайней мере, поставлю строиться. И еще пока его можно ускорить бесплатно. Я не знаю, до какой скорости можно ускорять бесплатно. Но пока что можно. Так, что вы еще хотели? Чтобы я улучшил типографию, да. Так, так, так. Вот эта типография. Улучшение. Продлится 5 минут. Стоит 400 монет. В данной комнате производится наличные. А, бабки печатаете, да. Отлично. Необходимые для постройки и улучшения. А я тут сначала, когда была типография, я думал, какую-то литературу, может быть, нужную распространяют. Какие-то там, я не знаю, плакаты на стены, афиши и прочее. Так, ладно. Мгновенно за 6 монет. Нет, мы ее вот как бы так улучшить за 5 минут, а потом мгновенно за бесплатно. Так, мне кажется, гораздо лучше. Так. Отлично. Кстати, что дает само по себе улучшение? Оно прибавляет производство и в целом вместимость. Больше бабок. То есть ушел из игры, вернулся, а бабок хоть задним местом ешь. Так, ладно. Забираем нашу награду за это. А, кстати, вот эту награду я смогу забрать? Или она уже мне не влезет в склад типографии? Ну, в принципе, пока что можно не торопиться. Мы можем сейчас отправиться на лесную опушку еще пока. И что-то все-таки, ну куда-то деньги-то надо тратить, да? Давайте я сразу что-нибудь поставлю строиться. Вот, тренировочный зал. Почему нет? Что еще ему? В принципе, больше ничего. Но вот сюда тысяченку можно на тренировочный зал потратить. Я, правда, не знаю, куда его воткнуть. Ну, давайте пока что, пока что пусть будет здесь. А там это, там что-нибудь придумаем. Новый уровень у нас, ребятки. Второй. Награда тысяча. Награда бургеры. Поместите бойца для тренировки. Давайте я вообще сначала посмотрю наших бойцов, которые у нас бойцы. Вот чисто ради интереса сравнить броню. Ну, как бы не только ради интереса. Если новая лучше, то мы поменяем. Это дает 366 защиты. А это здоровье, да? Которое она дает. 3000 здоровья. А это дает... Ну, смотрите, и здоровье больше, и даже... Я сначала думал, мне надо самому сравнивать. Нифига не надо, как бы. Они все сравнили из-за меня. Больше силы надо, но, похоже, у этого парня силы... Ну, у него 4 силы, ему хватает, чтобы одеть эту броню. И вот этот ножик, который мы выбили, он тоже лучше нашего. Он и больше хп восстанавливает, и больше урона наносит. Так, ладно, наш боец прокачан. Мы можем, кстати, еще одного бойца завести. Но пока что пускай все, наверное, работают там, где работают. Если что, кто-нибудь придет рано или поздно, наверное, к нашим дверям, и мы его отправим в поход. А пока что, я думаю, эти двое справятся без поддержки. Ну, а так, в принципе, у нас есть шмотки. Мы могли бы даже снарядить третьего бойца. Ну, я думаю, пока что это все начало, и вдвоем справятся. Что? Зомби с дробашом? С обрезом? Серьезно? Мне кажется, нашему парню пофиг. Павел, Паши пофиг. Кстати, по-моему, мы можем, ну, я думаю, так же, как во всех шелтерах, и мы, скорее всего, можем даже Павла переименовать. Помните, я в некоторых своих видео называл своих этих бойцов по именам подписчиков, которые в комментариях говорили? А назови в мою честь, так что можете оставлять комментарии. В следующей серии мы, может быть, кого-нибудь переименуем в вашу честь. А сегодня этого бойца я назову в честь подписчика. Так, вот, ребят, нашел подписчика, который посоветовал мне много хороших игр, которые были сняты у меня на канале. Ну, и вообще, активный подписчик Дмитрий А. Тут не влазит. Ну, в принципе, Дмитрий К. тоже будет нормально. Знаете, как многие так там, типа это... Имя плюс две буквы от фамилии. Так что это Дмитрий Капитонов, но будет вот так. Тоже норм. В общем, в честь него мы назовем нашего самого главного танка бойца. И, смотри, тут еще сундук, который мы добыли с обычной вещью. Давайте его тоже откроем. Сейчас посмотрим, может быть, там что-то интересное. О, здесь новое автоматическое оружие. Ну-ка, где наша девочка? Как тебе такой? Наверняка лучше, да? Лучше требует больше, но она всем требованиям и стандартам соответствует. Хотя шанс вот этот нанести урон по группе, он меньше. И урон меньше. Но сама обычная атака больше, поэтому я думаю, что это оружие все-таки будет получше. Потому что это шанс, это дело такое, а вот стабильный постоянный урон, это дело совсем другое и дело, я думаю, более важное. Так, похоже, мы можем забирать награду. Оно все влазит, все нормально. И вот эту награду мы тоже забираем. У нас тут есть уже сразу новые задания появляются. Улучшите столовую, улучшите командный центр и одержать победу на ферме. Так, ну давайте начнем с улучшений. Таких, там типа столовка. Как бы нам это было неловко. Так, погоди, а это кухня или столовая? Это столовая. Так, оно как бы два в одном. Ладно, ее улучшаем. Бесплатно. Потом что там еще улучшить? Вот эту, да? Командный центр. Ага, нифига себе, 10 тысяч. А у нас нету. Вы точно командный центр хотели? Да, не хотят, чтобы я командный центр улучшил. Здесь 300 монет. Нового задания. Построить тренировочный зал. Это мы уже сделали. Спасибо, командир. Зал для тренировок готов. Джина каждые пять минут доставала меня с вопросом, когда мы закончим. Впрочем, со второго раза я начал ее посылать куда подальше. Хо-хо-хо-хо. Несмотря на то, что работами руководил Орландо, зал построили неплохой. Давайте отправим на тренировку лентяев бойцов. Так, ну, как бы лентяев бойцов, я думаю, мы на тренировку отправим чуть попозже. Чуточку попозже. Но нам надо деньги копить. Так, ладно. Почему попозже? Потому что сейчас мы отправляемся сразу в бой. Как бы нам не до тренировок. Здесь, кстати, уже три зомби будет у нас во врагах. Но смотрите, они сравнивают, да? Наш отряд 8 тысяч. Как бы наш отряд, я так понимаю, оценивают в 9 тысяч почти мощь. А вражеский отряд в 6 тысяч. Так что, я думаю, даже наши два бойца по-прежнему готовы справляться с врагами. Но если там будут показатели уже неравные, то я думаю, тогда мы будем... Возьмем третьего бойца в бой. Кого-нибудь там. Повара с кухни дернивали. Еще кого-то. Ну, а пока что нам нужно целая куча бабла, чтобы улучшить командный центр. Ребята, вы ведь сможете проникнуть на кладбище, которое недалеко от убежища? Кладбище? Никак похоронить нас решили? Элья? Не-не, просто там мутант по кличке Отец каким-то образом превращает в зомби недавно умерших людей. Я прикину маршрут. Боюсь, придется прорываться через скопление зомби. Так, и... Ага, нам тут сразу предлагают. Там в комментариях говорили, один раз задонатишь, и ты уже бог. Но мы пока что это... Мы не боги, ребята. Мы как бы... Мы убоги. Вот как-то так. Зато у нас есть новый квест. А что за квест? Одержите победу в точке склад запчастей в пригороде. Ну, это новый боевой квест. Да, как бы. И у нас есть еще наш новый сундучок. И если ты не дурачок, то откроешь сундучок. Смотрите, это кажется поварская форма, да? Требование единицы в поварских навыках плюс сотка, ребята. Плюс сто хавки в час. Так, наша повариха. Так, наша повариха. У нее четыре мастерства кулинарные. Мы ей одеваем этот фартук. Но если что, как бы ее можно вот и в боевое одеть, как бы, и на фронт отправить. Кстати, я так понимаю, если я их сюда помещаю, то у них тренируется сила. Но у них и так четверка силы. Но мы можем, как бы, нового бойца при желании натренировать. Так, ладно, пока что пойдемте это проверим, смогут ли наши два бойца справиться с следующей миссией. Судя по всему, все нормально. Хотя врагов уже четыре. Эй, четверо на двоих, это нечестно. Это слишком нечестно для зомби, потому что мы их сейчас всех уничтожим. Но уже жестко, уже наш парень. У него, как бы, так прилично хп. И даже девчонку, которая находилась в задних рядах, успели закидать. Они довольно быстро восстанавливают свое здоровье. Казармы, наверное, как раз в данной комнате можно формировать боевой отряд для совершения нападений и обороны своего убежища. Понятно, если враги придут, или если я иду, то именно вот с этими отрядами. Но если, как бы, прямо сейчас не собираешься никого бить, то лучше их перетащить на тренировку. Так, ладно, забираем нашу награду. Нет, вы видели этих лопухов? Жирные, сонные, даже то, что мир на краю гибели, их не мотивирует наших бойцов держать в себя в форме. Разрешите мне поднатаскать их в зале для тренировок, иначе эту живую пищу для зомби и вооружать бессмысленно. Так, поднимите двум воинам навык бойца до шестерки. Так, ну я понял, в принципе, это не сложно. Берем их обоих и кидаем сюда. Как бы, они у меня самые прокачанные бойцы, я так понимаю, и их будет проще всего докачать до шестерки. Здесь у нас какие-то новые часики. Необычный браслет. Дополнительный урон будем наносить. Незначительный, но все равно 10-12. Требование 4 силы. В принципе, давайте. Так, а где это? А вот это что? Это поделиться, да, с кем-то? Типа, смотрите, какой у меня зачетный браслет. Так, давай, парниша, мы тебе этот браслет всучим. У нас тут есть новая броня, но что-то она чуть больше здоровья дает, но меньше защиты. Ну, как бы, разница, кстати, по показателям вообще незначительная. Может быть, девчонке ее одеть? Что ты скажешь? Ну, видите, у нее вся фишка ее брони в том, что она урон дает. То есть она стоит в задних рядах, и бронюшка дает ей урон. Так что мы, наверное, так и оставим. Она, как бы, пока что терпит. Так что все ок. Может быть, это, денег вот нам не хватает. Может, типографию улучшить? А, мы не можем, пока центр не апнем. А бургерную можем улучшить? Тоже не можем, пока центр не апнем. Мы, короче, уперлись с рогом, где, ребят, нам нужно 10 тысяч. Казармы тоже не улучшить, короче, ничего не улучшить. А вот это, может быть, зал тренировки, может быть, можно улучшить? Тоже нет. А вот это что вообще? Это арсенал. Он у нас поломан, но починка, короче, позже и пока что нам недоступна. Нам, знаете, чего бы я сказал не хватает? Нам не хватает новых жильцов. Как бы, ну, рано или поздно, наверное, придут. Давайте пробежимся вообще, что у нас здесь такое есть. Тут какая-то почта и новости, новостей у нас нету. Здесь, я так понимаю, наш список ачив. За ачивы нам будут давать баблишку. Но я как бы пока что не буду налегать, там, смотреть, какие есть ачивы. Сами по себе, помаленьку они будут открываться, а потом уже можно будет пытаться что-то открывать целенаправленно. Настройки я уже посмотрел. Это что такое? Обороны убежища, ваши нападения. Это, я так понимаю, я могу атаковать убежища других игроков, но для этого надо будет развиться. Здесь пока что можно посмотреть свой рейтинг. Но я в рейтинге на, я не знаю, это что, 8915 место? Ну, мне кажется, я гораздо ниже где-то должен быть. Здесь же столько участников в этой игре. А это у нас что? Здесь можем посмотреть мой ID, ребята. Если что, можете добавлять в друзья. Какая-то информация об убежище. Короче, в среднем мои жители не очень. На три звезды оценены. Ну и, короче, статистика по аккаунту. Но пока что мы только начали играть, поэтому и статистики тут не особо. Ладно, ребят, я, если честно, знаете, как-то... Давайте я, наверное, вот этого паренька сейчас приодену. А смотрите, у него две гантели, а у тебя, у тебя тоже две, да? На самом деле, их бы до троечки поднять, чтобы им вот что-нибудь типа такой одежды одеть. Но давайте я пока что ему одену вот такую одежду. 114 атаки, а у этого 174 атаки. Ну у него, наверное, ну и тут же урон в секунду. Я хотел сказать скорострельность выше, но нет, тут урон в секунду. Слушайте, этот ножик выглядит веселее. Ну видите, с ножиком надо в ближний бой идти. Вот в чем минус. Как бы, а бронюшка не самая лучшая. Ну да ладно. Я думаю, давайте вот так сделаем. И сейчас мы с тремя бойцами пока что... Почти закончил тренировку. А как вы видите вообще? Почти, не почти. Где посмотреть, насколько... А, они уже закончили тренировку. Слушайте, а тренировка довольно быстрая. Буквально 20 секунд, и они сейчас до шестерика поднимутся. Тогда давайте сейчас пока что вот этого парня тоже сюда кинем. Я-то думал, она долго. Думал, сейчас там несколько минут надо будет ждать. Давайте мы... Ну пока что... Аааа, блин. Эта комната максимум для двоих, да? Ну ладно. Я думаю, сейчас вот этого парня мы до тройки очень быстро поднимем, чтобы он броню тоже мог одеть. И мы с отрядом из треих бойцов сейчас отправимся на передовую. Так, ты уже на шестерку, да, качнулась? Ты иди сюда. А ты иди сюда вместо нее. Сейчас, может, мы его докачаем сразу. И квест этот на... Выполним. А мы уже его выполнили. Мужик уже, походу, успел докачаться. Так, ладно. Забираем награду. Сэр, посмотрите на бойца после тренировок. Подтянутые, сосредоточенные. Школа джинны. На нервные тики не смотрите. Пройдет. И, кстати, у нас за следующее задание уже дают какую-то крутую бронюшку. Да, ее как раз можно одевать с шестью сил. Ну, с шестым уровнем силы. Но тут уже и криты поднимаются, и атака нехила. Короче, для нашей девочки хорошая будет броня. Так, ну и ты, парень, да? Тебя мы тоже натренировали. Так что мы одеваем тебе вот это. И, короче, и пойдемте. Ладно, не будем мы тебя дотренировывать. Потом я за кадром вас потренирую. Пока что это... А-а-а! Ребята, серьезно, да? Тогда иди тренируйся. Короче, мы пока что можем только двух бойцов отправлять в бой. Вместимость комнаты. А хотя нет, смотрите, пишут, что вместимость два из шести. А, ну вот, видите, все равно необходим третий уровень, да? Чтобы третьего бойца открыть. Ладно, я понял вас. Тогда сейчас парень маленько потренируется И вернется к своему станку Печатать бабки Эй, куда секунды пропали? Три, две Все, ты, конечно, крутой боец, но Возвращайся, нам пока что бабки нужны Все равно третьего бойца мы в бой взять не можем Поэтому попробуем с тем, что есть Но они уже помощнее, пободрее Да, они уже шестого уровня У них уже, видите, сила отряда повысилась Я надеюсь, что они справятся Ну, давай, пошли в бой У них, видите, тоже уже жирные такие танки появляются Ну, мы отлично справились Кстати, а сила, наверное, она не только, да, позволяет не одевать вещи Она, наверное, в целом влияет на наш урон Ну, не знаю, не обращал внимания Впереди очень сильный противник, командир Постройте тренировочный зал и тренируйте бойцов Убедитесь, что они хорошо экиперированы Ну, мы сейчас убедимся Мы тут откроем сундучевский Смотрите нам, что тут надавали А это, наверное, для печати бабок вещь, нет? Ну, она замазана краской, да? Это, наверное, как раз типографская вещь Типа типографская шмотка Да, вот, видите, добыча в час плюс 24 Короче, ты у нас, парень, не на передовой Так что тебе надержи эту форму Чтоб ты лучше нам бабло печатал Так, ну и что? Я не знаю, будем еще тренировать наших бойцов? А, кстати, есть максимальный уровень До какого мы можем тренировать здесь? Максимальное значение до восьмерки Мы можем тренировать бойцов Ну, давайте, за кадром сейчас Их быстренько подкачаю До максимума Так, все, ребята Наши бойцы уже восьмого уровня Видите, уже бегут обратно Готовы и в комнату Можно, я не знаю, можно как вариант прокачать там повара И этих до восьмерки Я, кстати, тут еще посмотрел Смотрите, то, что у моей жильцы У них три звезды класса, да? Эту звездность можно поднять За 750 монет Но мне кажется, это невыгодное Ну, наверное, не самое выгодное вложение денег Но, в общем, смотрите В зависимости от того, сколько у них звезд Зависит, насколько я их максимум могу прокачать То есть я их могу до 60 прокачать Наверное, при 4 звездах до 80 А при 5, скорее всего, до 100 Можно их качать И чем выше звездность родителей Тем выше шанс, что у тебя ребенок появится С большой звездой Ну, короче, тут надо будет проводить селекцию Такие жители, конечно, они не очень нам выгодны Но пока что других у нас нету Ладно, пойдемте посмотрим Как наши бойцы теперь уже восьмого уровня Будут чувствовать себя на карте У нас есть задание Оно как отдельное, да? Склад у дороги Но у нас, смотрите, мы уже до десятки поднялись А, и у нас два новых жителя появится Если мы этот бой проходим Я, знаете, я думал, что жители будут сами по себе приходить Может быть, они действительно Когда-нибудь будут приходить сами по себе Но пока что, как видите, нам жители дают за квесты Но два новых жителя Это как раз то, что нам надо, ребята Отлично, это победа Спасибо, спасибо большое У нас еще и зеленое оружие Зеленый автомат появился, ребята А это что, одна звездочка? Она вообще с одной звездой, что ли, житель? Такой бесполезный житель, да? Серьезно? Пришли в мою землю? Правильно Чтобы пила моя не ржавела Ты еще кто такой? Раньше меня звали Боб А теперь просто Лесоруб У тебя красивые ноги Я отпилю их себе на память Слушайте, тут зомби какие-то слишком разумные, да? Разговорчивые Какие-то планы строят Тут зомби, знаете С ними, может быть, даже можно сесть за стол переговоров О чем-то договориться, я не знаю Так, ну смотрите, что у нас У нас один, да, на три звезды Вот это вообще беда Одна звезда, двадцатка, да, максимум можно Короче, ее рано или поздно Нам придется, наверное, выгонять из убежища Но пока что у нас, ну, как бы не так много жителей Чтобы ими раскидываться А вот из этого парня отличный повар У него на пятерочку поварское искусство Он даже лучше, чем эта девчонка Пойдешь готовить нам бургеры? Пойду, пойду А ты, девчонка, иди пока что в типографию Что я еще могу вам сказать? Все равно мы пока что не можем Больше двух бойцов назначить Потому что нам нужно сначала вот это здание улучшить А сначала улучшить командный центр А сначала заработать 10 тысяч бабла Поэтому пойдемте Пройдем еще один квест В надежде, что это нам поможет подзаработать А, погодите Перед тем, как проходить квест У нас же новый автомат появился, да? Вот он, наверное, матерый 183 урона Крит есть При атаке есть шанс нанести Ну, как бы и шанс выше И атака выше Короче, отличная вещь, ребята Ну, как отличная? Гораздо лучше того, что у нас было И... С новым оружием нам теперь и миссию проходить будет веселее Видите, до 11 сразу поднялись Это очень... К 11 поднялись Давайте тут сразу сундучок откроем Здесь может, если повезет, еще один зеленый предмет получить Ага, сковороду дали Так, ну я так понимаю, это для нашего... Вот этого парня-повара Держи Одевайся ковороду Я бы общал, он как бы больше повар, чем эта девчонка Поэтому давайте мы сделаем его Все-таки такой шеф Мастер Сома там и так далее Все дела Короче, нормально Но я думаю, и можно сразу это... Не ожидая ничего Сразу в новый бой отправиться на карту По идее, должны справляться Победа Возвращаемся домой Открываем сундук Знаете, им же еще надо маленько подхилиться между миссиями Поэтому мы можем, по крайней мере, пока они там хилятся Мы сундуки открываем Мутанты это бывшие люди с редкими генами Особое воздействие превращает таких не в обычных ходячих А в особенно умных и сильных Может ты, Орландо, потенциальный мутант? Он точно мутант Характер соответствующий Ну и ладно, может быть, мутанты это новая ветвь эволюции человечества Может быть, лучше будет, если мы все превратимся в мутантов Что уж вы сразу Ага, смотри Тут можно что-то почитать Лента событий А тут можно открыть новый сундук И у нас в сундуке зеленый мачете Ребята, я думаю, это бодрее будет У нас еще, причем, вот такой появился 266 Он круче нашего прошлого Но вот этот, наверное, будет круче, чем он Да, тут еще плюс крит добавляется Больше шанс восстановления здоровья Больше здоровья восстанавливается Короче Сразу два мачете Один лучше другого Нам падает Ну и что? И Погоди, а это что за комната? Холодильник А здесь разве Я же тебя не в холодильник хотел отправить Тебе, наверное, там холодно, бедняжка Она тем более в этом В одной маечке Ей, наверное, вообще там зябко было в холодильнике Иди вон сюда На типографию Помогай печатать Нам бабла нужно Давала Давала бабла Нужно нам Вот здесь нам как раз сейчас дадут денег Ровно столько, сколько нам нужно, чтобы улучшить наш, ребята, командный центр Отлично Запросто всех переворотили Ну, как бы, начало Начало несложное Сложности нас ждут потом, да? Так, ну и что, ребятки? И я думаю, самое главное сейчас О, ну смотрите Мы тут еще За магазинчик забираем награду Мы тут сразу, кстати, несколько наград можем забрать За восьмой уровень А здесь что, одолетье жесткого мутанта Лесорубы Ну, до туда мы еще пока что не добрались Зато мы денег Вполне себе набрались Чтобы улучшить командный центр 15 минут будет улучшаться Его даже уже не получится ускорить за бесплатно Это как бы надо ждать Но я думаю, мы ждать не будем Знаете почему, ребята? Потому что на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск Единственное, что откроем, посмотрим, что тут еще в остальных рюкзачках И, наверное, кого-нибудь приоденем Как, что ты скажешь насчет новой бронюшки? Больше хп, больше здоровья Плюс еще крит Она просто будет счастлива надеть эту броню А вот это устройство Это устройство на самом деле надо одеть нашему парню Он все-таки у нас танк А вот это вот, наверное, мы снимем и оденем Нашей девчонке Она у нас как бы за ДПС отвечает Вот как-то так Ладно, ребята Если вас заинтересует это видео Вы поддержите его своими просмотрами Комментариями Скажете Фёст, продолжай Нам очень интересно То мы снимем еще несколько видео по этой игре Но я думаю, прямо глубоко и надолго я увлекаться не буду Знаете, Fallout Shelter мне тоже был интересен Я там более-менее развился Но потом как-то чем дальше, тем скучнее мне было И эту игру, я думаю, ждет такое же примерно развитие событий Потому что в такие игры интересно играть вначале А потом становится все скучнее и скучнее прокачивать жителей Заниматься вот этой селекцией И как-то, ну, спадает интерес Не знаю Может быть здесь в этой игре интересные какие-то клановые войны Как бы ПВП сражения и что-то, что открывается позже Это, может быть, мы увидим в более поздних видео А у меня на этом все Спасибо за просмотр И до новых встреч, друзья КОНЕЦ Продолжение следует...